люди такие ленивые вы не представляете уж и компьютеры создали и роботов делают и даже я что-то за них делаю а какому-то умнику взбрыло в голову еще и создать сахарницу с какой-то то ли смесью то ли жижей то ли еще чем и это все для того чтобы думалось легче вы серьезно в эфире android фонда сейкер и объект 1021 ru сахарница объект номер scp 1021 ru класс объекта безопасный особые условия содержания свободное от экспериментов время scp 1021 следует хранить в набитой ватой картонной коробки внутри обычного сейфа покрытого изнутри мягким материалом допуск к работе с объектом можно получить у сотрудника 3 а нет подождите 4 уровня и выше описание объект выглядит как сахарница из покрытого глазурью синего фарфора выполненная в виде мешка с семками горловина мешка слегка стянуто но достаточно для зачерпывания сахара как чайной так и столовой ложкой первое и наиболее очевидное аномальное свойство объекта полная темнота ниже самого узкого места горловины каких-либо экстрамерных свойств не наблюдается при насыпании достаточного количества сахара его уровень поднимается выше горловины осмотр объекта изнутри миниатюрной камерой на гибком тросике результатов не дал второе свойство объекта проявляется при попытке человека погруженного в раздумья зачерпнуть из SCP-1021 сахар и размешать его в напитке погрузив ложку в SCP-1021 человек в течение нескольких секунд субъективное восприятие времени может быть замедлено испытывает различные галлюцинации после чего снова приходит в сознание после этого на ложке вместо сахара оказывается SCP-1021-1 неизвестно что именно представляет из себя SCP-1021-1 было принято решение считать SCP-1021-1 веществом пока не будет найдена истинная его природа результат попытки исследования приведен в протоколе экспериментов однако установлено что напиток в котором размешали SCP-1021-1 оказывает на зачерпнувшего воздействие приводящее его к быстрому и однозначному решению той задачи над которой он в данный момент размышляет история появления объекта объект был куплен на блошином рынке агентом для домашней коллекции аномальное свойство было установлено агентом уже дома продавца удалось найти на допросе он показал что при нем сахарница никаких аномальных свойств не проявляла после введения амнезиака класса c продавец был отпущен на свободу за первые четыре месяца нахождение объекта на содержании фонда других аномальных свойств выявлено не было поэтому объект был сочтен недостойным классификации SCP и установлен столовой для сотрудников зоны 7 еще через две недели случайно проявилась второе аномальное свойство объекта это произошло во время бытовой шутки устроенной коллегами над старшим научным сотрудником в сахарницу была насыпана крупная соль с расчетом что зачерпнувший из сахарницы сотрудник не заметит что находится внутри вышеуказанный сотрудник зашел в столовую после 12-ти смены глубоко задумавшись над рабочим вопросом погрузив ложку в сахарницу на несколько секунд замер после чего к удивлению сотрудников вытащил горку окрашенного красным тростникового сахара размешал его в чая отпил отставил кружку в сторону и быстрым шагом направился в лабораторию из дневника 16 апреля 2000 с понедельника вожусь с прошивкой для очков распознавание нужной картинки написать не проблема а вот компенсировать движение головы и сакады довольно сложно и так уже пришлось сделать отдельные камеры для наблюдения за глазами с тестовыми образцами все понятно а в бою проверять опасаюсь 10 55 не игрушка а сводить до классов с ума не хочу преступники они там или нет зато из 19 зоны прислали перспективный образец буду экспериментировать 17 апреля 2000 сегодня в обед испытал озарение хотел было попить чаю и на секунду словно провалился в сон было какое-то видение словно печатная плата покрытая желтыми и зелеными тонкими ленточками и я эти ленточки трогаю переработал наверное сейчас дописал задержку вывода на внутренние дисплеи очков работать будут чуть медленнее чем без них но останутся в здравом уме с утра подам запрос на испытания с д-классом будем проверять в бою судя по тестовым прогонам все отлично работает 21 апреля 2000 испытания прошли успешно даже лучше чем я ожидал очки приняли в работу условия содержание 10 55 пересмотрели а мне хоть бы спасибо сказали и так третий год без повышения уже в доктора выбился а ведь вместе начинали пойду в столовую и снова за работу более поздняя запись а та темная сахарница не так уж и проста второй раз это уже система только на этот раз привиделось другое поле зрение сузилось но я видел свои же руки я протянул их вперед и ухватил что-то вроде провода или прозрачного шланга ухватил и развернул к себе он лежал у меня на ладонях и было видно как внутри что-то движется и вот что странно кто положил сахарницу мармелад я слишком поздно заметил но почему-то он растворился в чашки надоело сейчас ходил к начальству попросил прибавки прямо сразу давать не хотят но дали испытательный срок на 10 79 если удастся докторская степень моя и ставка тоже моя 2 мая 2000 в пятницу подал на развод надоело с этими глупостями не остается времени на нормальную работу а с деньгами я себе быстро найду нужное к делу организовываю работу на 10 79 поднатаскался создавать запас плазмы внес предложение об обязательном анализе крови всех сотрудников класса d могут пригодиться в крайнем случае все равно их устранять так пусть хоть кровью нам помогут купил похожую сахарницу и заменил столовой мне нужнее 11 мая 2000 испытания 10 79 прошли успешно если не считать того что какой-то идиот сбил настройку холодильника и заморозил половину запаса крови под конец испытаний вынужден был обескровить двух расходников ради их второй положительной руководство зоны испортила мне день сообщив о назначении моим начальником 22 мая 2000 они сдержали слова и я теперь доктор я должен был бы радоваться но времени нет нужно двигаться дальше пока есть силы за обедом воспользовался сахарницей точно помню что сыпал сахар каким образом на ложке оказалась шоколадная медаль увидел поворачивающиеся косые шестеренки на фоне неба потом цвет неба изменился а шестеренки перевернулись и закрутились по-другому есть у меня одна идейка 29 мая 2000 снова успех видеомодуль скормил си си тиви нужный сигнал замок на двери и степи отказал в точности когда надо объявили тревогу и в нужный момент оказался внутри 1079 жить будет но для начала пусть заново научиться ходить надо было бы подержать его там подольше но это могло бы вызвать подозрение и так я теперь сам себе начальник служба безопасности зоны 7 заметила врезку доктора сигнальный кабель камеры наблюдения доктор был схвачен и устранен после обнаружения дневника условия содержания объекта были пересмотрены протокол экспериментов подопытный сотрудник d 10 21 01 суть эксперимента извлечь с теперь 10 21 1 из SCP 10 21 размешать в чае но не пить результат d 10 21 01 был чрезвычайно рассеян остаток дня на следующее утро рассеянность пропала подопытный сотрудник d 10 21 02 суть эксперимента выпить оставшийся после д 10 21 01 чай результат d 10 21 02 впал в такую же рассеянность длившуюся до следующего пробуждения ото сна события того дня когда был проведен эксперимент d 10 21 02 помнит смутно подопытный сотрудник д 10 21 02 суть эксперимента попытка установить воздействие SCP 10 21 на человека не обремененного какой-либо сложной задачей результат d 10 21 02 не замирал и вынул из SCP 10 21 обычный сахар подопытный неприменимо суть эксперимента попытка установить химические и физические свойства SCP 10 21 1 результат установлено что SCP 10 21 1 не обладает массой прозрачно для любого излучения невидимо ничем кроме человеческого глаза вследствие чего не поддается спектроскопии практически мгновенно растворяются в жидкостях предназначены для питья сквозь все остальные вещества проходит беспрепятственно и исчезает при прохождении сквозь твердые тела неизвестно как именно SCP 10 21 1 держится на ложке подопытный сотрудник D 10 21 03 образование начальное 9 классов школы умственные способности ниже средних когнитивная ригидность айкью 95 суть эксперимента подопытному поставлено условие найти доказательства великой теоремы фирма и получить свободу и амнистию на нахождение доказательства подопытному отведено два месяца результат в течение первого месяца подопытный интенсивно ищет доказательства на 32 день подопытному предлагается разнообразить рацион сладким чаем погрузив ложку в SCP 10 21 подопытный полторы минуты сидел неподвижно после чего выпустил ложку из рук жизненные показатели оставались пределах нормы однако подопытный не реагировал на внешние раздражители медперсонал фонда диагностировал у подопытного кому не установленной этиологии подопытный устранен досрочно ввиду бесполезности мое время в эфире подходит концу напоминаю что заявки на иллюстрированные документы фонда вы можете оставить на порталах artscp.com и vk.com slash scp foundation берегите себя ванкаст не желаете чашечку чая vk.com Продолжение следует...